Я перешла в 9 класс. В конце года меня ждут экзамены, и я немного волнуюсь. Но эти небольшие трудности не сравняются с вашими. Каждый день вы рискуете своей жизнью, защищая свою Родину. Дарья Исакова отправила письмо солдату две недели назад, но содержание помнит наизусть до сих пор. Не мудрено, ведь писала от души, рассказывает школьница. Даже подбирать слова не пришлось, предложения будто сами рождались на листе бумаги. Неподдельная искренность отозвала сердце одного из бойцов. Мужчина был настолько тронут, что даже отправил видеообращение. За экзамен не переживай. Мы будем со своими друзьями молиться за тебя и ругать, чтобы ты удачно сдала. Будь умницей, ты вообще молодец. Я даже не думала, что мне придет ответ, и я очень удивилась. Обрадовалась, наверное, то, что я не зря его писала, и то, что, правда, возможно, как-нибудь поддержала солдата. В 154-й школе отправлять посылки и письма солдатам стало уже доброй традицией. Поддерживают бойцов не только ученики, но и их родители. Равнодушных нет. Стараются выпускники, не отстают и первоклассники. Педагоги говорят, все это помогает приблизить победу. Ведь бойцам, кто сейчас на передовой, так важно знать, что дома их очень ждут. Мы говорим детям, представьте, что это ваши родственники. Это не банальное дежурное письмо даже. Здравствуй, дорогой боец, мы благодарим тебя за то, что ты защищаешь нас. Представьте, что это ваш родственник, и которому вы рассказываете о своей жизни, о своих радостях, о своих занятиях. И вот такие письма бойцам интересно читать. Тре угла. Вера, надежда, любовь. Все письма бережно складываются в треугольник, и каждая обязательно найдет своего адресата. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События.